Митрополит Улан-Уденский и Бурятский Иосиф в день празднования памяти святого пророка Божия Ильи посетил один из самых отдаленных приходов епархии. Настоятели-прихожане храма села Бичура вместе со своим архипастырем отметили престольное торжество. Об истории возникновения храма, о его буднях и праздниках в сюжете епархиальной пресс-службы. Административный центр Бичурского района Республики Бурятия – село старинное, дореволюционное, исторически старообряческое. За все время существования села Бичура в нем не было ни одного православного храма. Несколько лет назад одна женщина решила пожертвовать средства в виде своей квартиры на начало строительства православной церкви в этом селе. Наш работник Сергей Федорович Понушков, который трудился в Азизинском храме, он взял на себя обязательства по строительству этого храма. Началось все с того, что его тетя Ефросинья Георгиевна завещала свою квартиру после смерти на начало строительства. И после того, как она умерла, эти деньги от продажи квартиры стали началом строительства этого прихода. В 2013 году был совершен чин начала строительства и после этого работы начались. Все труды по возведению храма взял на себя Сергей Федорович Понушков, которому было суждено покинуть город Улан-Удэ и переехать в село Бичура. Здесь грузинская диаспора, ну, как бы, живут несколько семей. Вот первые, кто откликнулись, когда я пришел к голове, были грузины, братья. Сразу сказали, мы тебе будем помогать. На тот момент у них пилорамы были, то есть они где-то там, кто бревно, кто два, кто улицу помогали. Ну и материально помогали. Благодаря средствам меценатов, благотворителей, простых людей храм был построен и освящен в сентябре 2018 года. Иерей Рустик Сидинкин, уроженец села Бичура, был назначен настоятелем Свято-Элинского храма на своей малой родине в 2013 году. В налаживании духовной жизни нового прихода он выбрал нестандартный подход. Организовали воскресную школу по изучению Священного Писания. И вот сюда местные интеллигенции, врачи, учителя, другие интеллигенты и просто люди начали ходить на эту школу. В общем, до того, как еще стоял храм и совершались богослужения, мы уже изучали Библию. И после того, как совершилось, во время того, как совершилось божественные труги, здесь уже стоял, в общем-то, довольно большой приход, причем грамотный. Ильинский храм села Бичура, один из задаленных в епархии, в день его престольного торжества посетил митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Иосиф. Архипастер возглавил совершение праздничной божественной литургии. Владыке митрополиту сослужило духовенство, приехавшее из города Улан-Удэ и Мухаршибирского благочения. Обращаясь с архипастерским словом к настоятелю этого святого храма, к его прихожанам, владыка Иосиф отметил, что церковь почитает святого Илью как огненного пророка, как человека, который горел такой верой, которую редко можно было увидеть в людях на земле. Чудесами, знамениями, вот такой непоколебимой верой утверждал пророк Божий истинную веру в своем Отечестве среди многочисленных отступлений от Бога истины. И мы сегодня просим у святого пророка Ильи, чтобы и наша вера хоть чуть-чуть была похожа на его пламенную и огненную веру. Чтобы хоть чуть-чуть мы были подобны этому святому пророку. Хоть капелька ревности о славе Божией оставалась в наших сердцах. Субтитры создавал DimaTorzok